Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Сказал изданию подъем следующее, это очень некрасивая ситуация, ну, мягко говоря, да, вот, шок и еще какой, мы со всем этим будем разбираться в своем кругу, это ситуация из ряда вон, в общем, вот так, здесь называется ешь, молись, торчи, как бы я бы назвал вот так эту новость, если бы был редактором какого-нибудь телевизионного канала, но слава богу, господь меня отвел. А в Подмосковье, в деревне Агуднево поймали бабку, 63 года, значит, женщине Татьяна Д. Ну, то есть, пенсионеры просто заебали, как бы, а сначала все это были американские сериалы какие-то, где пенсионеры, значит, продавали наркотики, а это вот она, жизнь-то русская. Значит, в селе, в деревне, знаете, Агуднево или Агуднево поймали женщину, которая разбила на огороде плантацию марихуаны, чтобы, соответственно, зарабатывать, ну, не просто же людям она раздавать ее будет, а же не Робин Гуд-то ебаный насрал. Бабку хотели брать чего в прошлом году, однако, когда к ней нагрянули, все было уже сорвано и реализовано. В этот раз за бабкой вели наблюдение до сбора урожая, и, соответственно, когда она поливала кусты, ей предъявили обвинение, изъяли свыше 85 килограмм марихуаны против женщины и возбуждено уголовное дело. То есть, понимаете, это не просто вот кактус посадила женщину, а все-таки 85 килограмм, это, как говорится, не жук лапкой потрогал, совершенно не жук, а даже не колорадский. В финал еще что хочу сказать. Смертность, она от наркотиков в России выросла на 60% на фоне пандемии. Во всем мире коронавирус приводит к росту потребления алкоголя и наркотиков, считают эксперты. И статистика Росстата это подтверждает, действительно, на пандемии люди оказались заперты один на один с самым страшным, что в жизни бывает, с собственными домашними. С женами и детьми, соответственно, кто-то с тещами и тестями. И это, конечно, знаете, не монстров в видеофильмах гонять. Это вещь страшная, люди забухивали, некоторые торчали. И действительно, ну а что еще делать? Как от этого ада-то было спастись? Поэтому, слава богу, сейчас пандемию, наверное, отменят. Это я к чему говорю, все-таки прививайтесь по-братски, потому что чем скорее вы привьетесь, тем меньше вы будете умирать от наркотиков, поверьте мне. Ну и Моргенстерн спасен, значит, дело о пропаганде наркотиков в его клипах закрыто. Музыкант избежал судебного разбирательства после соответствующей проверки. И теперь вы видите, да, что он в инстухе занимается спортом, качается, вот, и делает предложение руки и сердца. Рыбка по-братски, ну хотя бы одно желание мое исполни, ну что тебе стоит-то? Ну ты же, собственно, для чего ты есть, в общем, золотая рыбка, ты же не просто бессмысленная посудина. Хочу сегодня, например, приготовить самый сочный стейк. Мне бы мясо свежего и вкусного. Дядь Сереж, вся магия уже у тебя в телефоне. Заходи в приложение Озон Экспресс, там есть все, что душе угодно. Сделать заказ очень просто. В приложении Озон Экспресс выбираем необходимый продукт, отправляем его в свою корзину, переходим в нее, чтобы оформить доставку. Все, что нужно, ввести свой самый точный адрес, выбрать способ оплаты, и вот оно, настоящее волшебство, друзья. Через час вкуснейшее мясо уже у вас, хоть домой, хоть в офис заказывайте. Преимуществ у Озон Экспресс масса. Доставит все, от свежайших продуктов до гаджетов, и всего за один час. Экономьте свое время и заказывайте только вкусные и полезные продукты на Озон Экспресс. А по промокоду МИНАЕВ у вас еще и скидка будет, целых 15%. Ссылочка в описании. А рыбка у меня. Петербургскому муниципальному депутату Ксении Лавровой, баллотирующейся в Законодательное собрание города, не разрешили воспользоваться розеткой для подзарядки телефонов в помещении избиркома, сославшись на то, что электричество государственное. И где в этом, собственно, хоть одно слово лжи-то? Ну, блядь, действительно ведь ток он государственный. Он что, блядь, божьим промыслом, что ли, россиянину удается? Нет же ведь. Есть гидростанции, гидроэлектростанции, электроузлы, которые добывают, Ксения, эти мощности для вашего дорогостоящего аппарата. А вы думаете, что вот так можно, блядь, взять и просто получить на халяву ток, тем более еще в помещении избиркома? На халяву можно просто два пальца в розетку засунуть, и то ебнет насмерть. Поэтому, знаете, Ксения, скажите спасибо, что вас оградили, в общем, в избиркоме, а то увечья могли бы сами себе нанести. Ну, вот в редакции возник спор, что еще нельзя делать в государственных учреждениях, и, собственно, самое живейшее обсуждение возникло вокруг истории, можно ли пользоваться туалетом в госучреждениях. И я заверяю, что, конечно, можно, потому что все, что из вас исторгается, это ваше, и оно уходит в сточные воды совершенно нормально, в этом нет никакого криминала. А вот уже бумагой пользоваться в госучреждениях нельзя, потому что бумага не ваша, нихуя государственная. За нее государство платило, поэтому в следующий раз, оказавшись в каком-то госучреждении, прежде чем посрать, подумайте дважды. Глава Красноярска Сергей Еремин вручил Красноярскому дворнику новые варежки. Об этом городоначальник рассказал на своей странице в Инстаграм и выразил надежду, что в них будет тепло даже самой холодной зимой. Что здесь, собственно, смешного? Да нихуя! Хотя, конечно, смешно все, но как, блядь, начальник? Глава целого Красноярска вручает варежки. Ну, в 21 веке, блядь, ну, как-то, блядь, я не знаю, мне кажется, это довольно смешно. Ну, мне подскажут, что смешно не это, а то, что варежки он летом вручает, блядь, ну, да, готовь сани, как говорится, летом. Хотел сказать, готовь смазку летом, блядь, почему? Ну, вот считается, да, на Руси есть такой поверь, что Обама ссыт в наших подъездах, но, оказывается, не только ссыт Обама, но и последователи Обамщины, они, значит, у нас пиздят дорожные знаки. Директор репортамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова сообщила буквально следующее, что сотрудник посольства США спиздил указатель на станции Осташков и, значит, этого ворюгу запечатлели камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина подошел к стрелочному указателю, снял его и унес в машину. Мария Захарова утверждает, что вор был сотрудник дипмистики США Паркер Уилсон, которого его позже задержали на той же машине за нарушение правил дорожного движения. Посольство не стало выдавать дипломата и через некоторое время он уехал на родину. Спрашивается, нахуя он пиздил дорожный знак? Видимо, все-таки в дорожных знаках тоже содержится какая-то гостайна Российской Федерации и американцы решили эту гостайну спиздить по частям таким образом. Но, видите, Мария Владимировна Захарова не дала этому случиться, она на страже была. А Паркера Уилсона выслали, соответственно. Ну, вернее, сам он уехал. Помимо дорожных знаков продолжается вмешательство, значит, граждан США в жизнь Святой Руси. Якутские власти начали борьбу с Леонаром Ди Каприо. Возможно, вы когда-то слышали об этом человеке. Он еще называет себя большим голливудским актером. Значит, местные активисты, якутские имеются в виду, обратились к актеру и основателю фонда по сохранению ее кассериды с просьбой помочь справиться с проблемой. Сибирь умирает, писали, значит, активисты. Вся Сибирь надеется на вашу помощь. Ди Каприо в ответ, значит, пообещал содействие. Поговорим с властями, написал Ди Каприо, чтобы посмотреть, как мы можем помочь. В ответ на это якутские власти, конечно, сказали, чтобы он не залупался, Каприо в смысле, и не лез в проблему. Потому что действительно, как бы, у нас проблемы и успехи, они все наши. И не надо, нахуй, с нами делить наши беды, радости и горести. Блядь, свои делите у себя в Калифорнии. У тебя там, что, проблем же ли, нахуй, мало? А ты еще в Якутию в нашу поле совсем охуел. Вот, Каприо, кстати, не остановился и заявил, что скоро начнет действовать. Что он будет делать, не сообщается, но сказал он, написал следующее. Вы правы, я действительно обратил внимание на недавнее происшествие в Сибири. Мой фонд проводит расследование, и скоро я начну действовать. Пердак себе расследуй, как сказали бы в представительстве, собственно, Иркутской области. Якутской, то есть, извините, области, но странно, что они так не сказали еще ему. Наверняка скажут. В Мурманской области кафе предложило задать вопросы главе района за шаурму. Не в смысле вопросы за шаурму, хули такая плохая шаурма. А в смысле, задай вопросы, получишь шаурму. Значит, одно из заведений в поселке Никель вывесил рекламу тем, кто обратится с проблемой главе Печенекского округа Андрея Кузнецова во время прямой линии 15 июля пообещали, значит, каждому, кто обратится, скидку на роллы, пиццу, шаурму и бургеры. То есть, просто это не поселок Никель, а какой-то multinational центр. Просто там и пицца, и роллы, блядь. Просто Гонконг какой-то ебаный насрал. Соответственно, сам Кузнецов заявил, что это наверняка началась политика предвыборная, потому что владелица кафе представляет в окружном совете ЛДПР. Однако хозяйка заведения Валентина Тедеева сообщила подъема, что хотела здесь простимулировать диалог между жителями и властью. Знаете, хочется вам сказать, Валентина, следующее. Стимулировать можно клитор, например, или оргазм. А диалог между жителями и властью, блядь, без вас найдутся те, кто простимулирует. То есть еще, блядь, подкупаете людей, блядь, шаурмой, сука, и роллами, блядь, чтоб они сообщали о проблемах. Ведь вы же, Валентина, не сказали вот так, например, кто выйдет на прямую линию с Андреем Кузнецовым и расскажет, как хорошо жить в поселке Никель и в других поселках Мурманской области, тот получит скидку на роллы, пиццу, шаурму и бургеры. А вы же сказали как, что значит, кто выйдет с проблемой. То есть вы эти проблемы множите. После того, как Ричард Брэнсон охуел и улетел в космос, и даже ухитрился, вернулся обратно живым. Рогозин сказал следующее, что в твиттере написал. «Надеюсь, что когда-нибудь и наши миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе». Я, в принципе, согласен с Дмитрием Олеговичем абсолютно совершенно, ну, как без стеба. Вот. А Илон Маск что-то знает другое, потому что он к этому твитту ответил смайликом аплодисментами. Усомнился, видимо, в наших олигархах почему-то. Ну, еще к новостям космоса. УАЗ выпустил автодом с портретом Гагарина. Из-за пышной буханки, так модель зовется в народе, издревле, для клиента из Европы сделали дом на колесах. В сети спецверсии уже придумали, для спецверсии придумали новые названия. Пол-буханки и Астробокс. Также пользователи предположили, что автомобиль получился неустойчивым из-за смещенного центра тяжести. Но это понятно почему. Ведь ему уж, блядь, не ездить, а все-таки летать. А в космосе смещенный центр тяжести – это самый заебок вообще, то, что нужно. Мы пишем этот выпуск 20-го числа во вторник. И сегодня же в космос отправляется Безос. Вы там, люди будущего. Я обращаюсь к тем, что выпуск нас посмотрит в четверг. Вы уже будете знать, соответственно, результат этого полета. А мы еще не знаем, потому что мы люди прошлого. Я человек прошлого, а вы человек, соответственно, будущего. Может быть, и буханка в тот момент уже тоже улетит в космос. Друзья, у меня появился трансформер. Вот он. Настоящая машина из будущего. Ноутбук HP Envy X360. Почему это трансформер? Смотрите. Из классического ноута HP Envy X360 превращается в высокодиагональный планшет, с которым вы можете вести презентации, наслаждаться кино в путешествиях, но и работать. Потому что весь экран у HP Envy X360 сенсорный. Для максимального удобства есть вот такая штука, она называется стилус. Очень круто для тех, кто работает в сфере дизайна. Я не работаю, я косорухий, но, в принципе, мог бы работать с такой машиной. Если же говорить о дизайне самой машины, то все на высоте и очень стильно. На полированные элементы и сам корпус, это не пластик, настоящий цельный металл. При всем при этом, сам ноут легкий, как перышко. Видите, я его поднимаю одной своей хилой рукой. Дизайн продуман до мелочей. Есть все необходимые разъемы и продумана даже такая маленькая вещь, как шторка для камеры. Не нужно теперь клеить и срывать эти наклейки с камер, когда вы занимаетесь, понятно, какими своими делами и опасаетесь за свою конфиденциальность. Что касается железа, которое внутри HP NVX 360, то с ним можно просто улететь. Во-первых, шестиядерный процессор AMD с частотой до 4 ГГц. Оперативная память 8 ГГц и графический процессор AMD Radeon. Короче, если проще, это не просто лучший ноутбук для работы, но и лучшая вещь для игр. Без заряда работает 11,5 часов. То есть полдня можете играть и работать. Заряжается тоже очень быстро. В общем, друзья, это лучший трансформер. Да просто лучшая игрушка для взрослых. Чего уж там. Всем советую. Мне эта вещь дико зашла. Ссылочка в описании. Обратите внимание, значит, в Ставропольском крае задержали 35 сотрудников ГИБДД во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн. Значит, задержали их за злоупотребление полномочиями. По сути, на Ставрополе действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем. От блатных номеров до пропуска большегрузов и до торговли песком. Соответственно, Хинштейн опубликовал фото из дома Сафронова. Обратите внимание, что здесь хочется сказать. Люди со вкусом ведь живут. Посмотрите. Я сначала думал, что это, блядь, самовар золотой, тульский. А это в туалете, значит, у людей стоит. Знаете, золотой унитаз, золотые полочки. Вот так представляется роскошь простому человеку. Кстати, какая ванна потрясающая, резная. Люстра, которая называется каскад. Из времен моего детства хрустальная люстра такая. Соответственно, даже вот, видите, там это такая в углу, где ванна, значит, там стоит душ. Люди, которые образованные, не в отличие от меня, дебилы, они бы этот стиль назвали шунуазри, вероятно. Когда имитируется китайская роспись поверх, собственно, душевой кабины. Ну, конечно, это никакая не шунуазри, а ебаная хуйня, срань, блядь, да? Сделали просто, блядь, золотую кабину, блядь, и стекла на стекла нарисовали золотой же узор. Какая спальня у людей, как бы сам бы в этой кровати не раз выспался, честно говоря. Удивляюсь, что кондиционер белый, конечно, они золотой, это недоработка, но это, как-то, видимо, просто не успели. Вот, что еще? Ну, и здесь это, видимо, что? Кладовая, да? Здесь дорогие халаты, вот, и золотые же кресла, которые похожи на троны. Вот, ну и сам обратите внимание, вот это как представление из Ставропольского работника ГИБДД выглядит Версаль. Вот так он выглядит, вероятно. Вот, собственно, что хочется сказать? Когда есть у тебя вкус, это охуенно, это очень круто, и любой человек, он как бы тянется к хорошему. Вот, поэтому вот оно хорошее, выглядит оно так. В Вологодской области отделение полиции открыли, блин, контейнер. Ну, посмотрите, как это выглядит. Вот, действительно, это контейнер, значит, в поселке Семенково появился пункт, в котором участковые будут работать и осуществлять прием граждан. Ну, как видите, контейнер осветил поп, потому что без этого как-то контейнер не сможет принимать работников полиции. Глава района Сергей Жестяников на открытии прожестил, объявил, то есть, что процесс выбора зданий был долгим. Ну, действительно, как бы сложно, да, если выбирать, например, дом, избу и контейнер, хуй тут выбор вообще не очевиден, да. Как-то, блядь, сложные муки выбора, и действительно контейнер сложно пришлось выбрать. Вот, я бы тоже, наверное, выбрал контейнер, а не избу, например, а не дом, потому что хуй знает почему. Как и вы, видимо, не знаете. Значит, Сергей Жестяников вместе с руководством ОМВД России по Вологодскому району нашел подходящее решение. Вот, батюшка, контейнер, красные линии, шарики, поп, все как положено, как мы любим. Подъем решил связаться, что-то подъема, да хуя в этом издании, что у нас, продакт плейсмент, что-то сплошное. Значит, решил связаться с Жестяниковым, выяснить, что это за контейнер, и тот Жестяников, то есть, заявил. Какой-то недобросовестный товарищ написал, что это вагончик. Что за глупость? ФАПы мы тоже вагончиками будем называть. Это мобильный пункт полиции. Почему именно такой вариант? Здесь у нас участковый размещался раньше в ФАПе, занимал какую-то комнатенку, искали, искали, где его можно разместить, не нашли. Поэтому сделали полноценное мобильное помещение. Посмотрите, что это за вагончик. Два огромных помещения, туалет централизованный, водоснабжение, интернет, свет, благоустройство. Вот, хуе мое хотелось бы добавить, но не добавилось. Действительно, слушайте, ну вот, правда, почему вы называете этот мобильный пункт вагончиком? Вы что, ебанутые, что ли, блядь? Вагончик на колесах, да? Есть же известные песни, ваши деды, как бы ее еще пели. Вагончик тронется, и перрон останется. Вагончик это нечто, что на колесах путешествует. А это вот такая вот мобильная вещь. Я сначала подумал, что он из лего сделан. Вот, его действительно можно подцепить, свертель экраном. Например, если вы будете пиздить, вам домой прям поставить квартиру, это мобильный пункт. А хотя бы в малогабаритных, блядь, живете в квартирах, вам он не влезет, тихуя. Ну, подъезды, значит, можно вам поставить, и вас пиздоболов прям там арестовать. Не называйте, пожалуйста, мобильный пункт, который называется ФАП. Не фак, а ФАП. Вот, не называйте, пожалуйста, его вагончиком, потому что это богопротивно. Вот, ну, еще хочется сказать, что действительно, совершенно экономически верное решение. Жестяников сказал, сумма не копеечная, но не буду называть. Вот, но не будет называть. Если кто знает, сколько стоит такой пункт, напишите нам в комментах. Хотя хуй, вот как-то тоже, блядь, обещали прислать, понятно. В ноябрьске появились честные люди. Ну, как и положено всем честным людям, они, конечно, немного воры. Значит, вор спиздил у машины колеса, а потом вернул обратно колеса хозяину с запиской, бро, не обессуй. Ну, имеется в виду, наверное, не обоссывайся, да, потому что не обессудь. Оно по-другому пишет, не обессуй, наверное, не сытом, что-то там такое. Вот, не обессуй, стойки не подошли, без обид, колесо поставишь сам. Оставляют 100 рублей в качестве морального ущерба. Ну, и как положено, конечно, вор наебал и здесь. Оказался не только вором, но и наебателем, потому что владелец авто так 100 рублей и не нашел. Ну, зато колес принесли честные люди. Волгоград 6-летний ребенок вынес из дома 275 тысяч рублей. Значит, в отсутствии внука бабушка узнала, заявила в полиции. Его, значит, малолетнего рецидивиста задержали, соответственно, за вынос такой суммы денег. Допросили. Он признался, что совершал тяжкое, значит, преступление, хотел купить себе игрушку. Блять, но вовремя притекли. Это 275, вернуться на базу. Жители Томского района Черемошники. Да-да, я тоже хотел сначала прочитать, как чуть-чуть чмошники, но не прочитал. Знаете, Черемошники, жители Черемошников разобрали на майских праздниках новые уличные туалеты на доске, чтобы разжечь костры в мангалах, соответственно, и изготовить себе шашлыки. После этого им предложили за свой счет оборудовать выгребную яму стоимость 50 рублей, но собственники квартиры посчитали, что это не нужно и продолжают пользоваться ведрами. Здесь какая логика? Действительно, я не понимаю, почему обвинили жители Черемошников. Потому что, как бы, есть такая, ну, поговорка со времен Святой Руси, еще известная, со времен Александра Невского. Время срать, а мы не ели. Вот, и, соответственно, зачем человеку туалеты уличные, если ему нечем срать, потому что он еще не приготовил себе шашлыки. Соответственно, разъебали туалеты на доске, чтобы поесть. Ну, а дальше, по привычке, тоже древние, продолжают пользоваться ведрами. Блядь, что здесь непонятно. По-моему, все охуенно логично. Сука, блядь, какой пиздец, нахуй. В Ростове-на-Дону женщину не пустили в храм с детской коляской. Ну, еще и окатили водой для верности. Женщина хотела поставить свечку за упакой и помолиться в тройском храме, но служащие попросили оставить коляску снаружи, а ребенка взять на руки. Малыш спал в коляске, а женщина не хотела его будить. Ну, и шла бы в спальню, да, ответил ей поп, соответственно, а не в церковь. В общем, слово за слово, женщину окатили водой из ведра. И аргумент следующий был. С колясками нельзя, это храм Божий, почитайте Библию. Действительно, ведь при еще Ветхом Завесе написано, что есть храм есть, в коляске меня нельзя, потому что издревле, блядь, во всех вообще землях. И вот в Иерусалиме, о котором я рассказывал, где гроб Господень стоит, я рассказывал об этом в выпуске про крестовый поход. Вот, издревле висели, значит, таблички с алясками в храм нельзя, потому что это вообще как бы зашкур, так нельзя делать. Каждый вообще человек знал со времен крестовых походов. Если вы еще не смотрели выпуск, посмотрите его, пожалуйста. Кстати, уважаемые женщины из Ростова-на-Дону, вы должны радоваться, потому что могли бы и камнями вас побить, а облили только водой, потому что у нас люди гуманные, добрые, настоящие, православные, короче говоря. В Уфе врачи вытащили из желудка мужчины шариковую ручку, дужки от очков и две проволоки. Поступивший в Уфимскую больницу жал в насильную боль, но сказал, что причина ему неизвестна. Скорее всего, считают врачи, мужчина проглотил предметы, а не то, что вы подумали, как у нас были в выпуске, вы помните, как предметы попадали, да, через прямую кишку в желудок других людей. Нет, здесь мужчина проглотил предметы, ведь находится под следствием. Возможно, он хотел избежать или отсрочить какие-то последствия, связанные с законом. В Анапе казаки перегородили въезд на бесплатный пляж, поставили шлагбаум, а за въезд на территорию пляжа брали с отдыхающих по 200 рублей. Новость разлетелась по интернету, на следующий день полиция шлагбаум убрала, а на казаков составили протокол о совершении предпринимательской деятельности без гослицензии и специального разрешения. Ну, что хочешь сказать, казаки-то правы, потому что на пляжах что происходит? Там голые люди ходят, блядь, да, вы посмотрите в Инстаграм, как одеты женщины теперь стали, да, они в бикини, ничего не прикрывают, какие-то кусочки ткани жалкие, все видны детородные органы, да, а казаки, они православные, спасибо, скажите, что они как бы отмазывают вас от общественного презрения, все за 200 рублей, а вам, блядь, и жалко, да, потому что вот эти все, ведь скомороший костюм-то казацкий, вот эти вот галуны там или как это, глазыря, как это, блядь, все называется, это же денег стоит, это же надо пошивочную мастерскую отнести, чтоб тебе папаху там сшили там и палеты, значит, как-то надрочили, это все денег стоит, вы что думаете, это что, боженька, что ли, им дает? А вы зажали, блядь, 200 рублей сраных, блядь, вы на шурму больше тратите, блядь, в день. В Екатеринбурге хозяин кофейни решил распечатать плакат из корейской группы BTS, я не знаю, что это за группа, наверное, какая-то важная, чтобы раздать их посетителям вместе с кофе, но в типографии отказались это делать, потому что посчитали, что группа пропагандирует гомосексуализм. Сам же владелец типографии Акварель заявил, что спас хозяина кофейни от двух уголовных статей, пропаганда ЛГБТ и нарушение авторских плав, я прав, я бы сказал, еще от трех статей и от пиздюлей, потому что, ну как, вот, блядь, что это такое, взять и корейские какие-то, блядь, группы раздавать русским жителям, да еще и в Екатеринбурге, городе воинской славы, вы бы зашли на кладбище, посмотрите, какие люди там лежат, блядь, и вы вот в этом городе раздаете, не пойми, какие, собственно говоря, плакаты, просто пиздец вообще, я удивляюсь. А в Новосибирске, вот все удивляются, что хоббиты, это у Толкина были какие-то вымышленные существа, но оказалось нихуя, их родина Новосибирск, значит, в Новосибирске под новой станцией электропоездок пригородный простор, блядь, пиздец, что вас за неймит, ну вот по-братски сказать, пригородный простор, это пиздец же какой-то, блядь, почему, блядь, это так называется, значит, там открыли пешеходный переход с потолком ниже среднего роста человека, блядь, местные называют уже переходом для хоббитов, вот посмотрите, как это открывали, собственно, этот пешеходный переход, но людям, которые копали, им виднее, да, вы вот насмехайте, а может, действительно, они знают, что там шир хоббитане, значит, вот эти вот люди будут сновать туда-сюда, либо просто банально, может быть, действительно, рядом какое-то специальное поселение гномов, блядь, или карликов, вот, мы этого не знаем, оставляем, как это, на суд общественности. В Москве женщина заплатила гадалке 5 миллионов рублей под угрозой смерти мужа, у 38-летней Елены, муж мучается от синдрома разораженного кишечника, значит, женщина зашла в этот самый, в интернет, нашла там, естественно, гадалку, и за лечение мужа гадалка принялась, и, в общем, выманила 5 миллионов и 36 тысяч рублей, мужик так и не вылечился, а Елена пишет заявление в полицию, ну, вообще, что хочется сказать, сейчас вот просто предупреждаю, люди находятся в тревоге постоянно, сейчас без бля и без ерничания, потому что, ну, непростая ситуация, значит, с ковидом, денег не хватает, и все постоянно на стрессе, этим, естественно, пользуются всякие уебаны, сейчас гадалки расцвели просто махровым светом, то есть за просто на картах второй вам все предскажет, и смерть, и жизнь, и миллионы рублей, которых у вас никогда не будет, ну, и наебатели всякие, которые звонят и говорят, что они службы безопасности Сбербанка и других банков, то есть все это сейчас просто растет просто пышным цветом, как и в любой момент, когда люди находятся в депрессии, и в кризисе, и в тревоге, будьте осторожны. Жительница Омска подала в суд на Муз-ТВ из-за орфографических ошибок в караоке, в караоке, значит, в тексте песни группы Градуса голая девушка насчитала 20 орфографических и пунктационных ошибок, обратилась в суд, женщина просит взыскать с канала компенсацию за моральный вред 1000 рублей, то есть мне представляется это как, что эта женщина приходит в караоке и начинает петь следующее, «Нравится мне, когда ты голая по квартире ходишь, и несомненно, заводишь, то есть прямо она поет со знаками припинания, иначе чем объяснить, что она взяла и заебала себе голову до такой степени, чтобы считать орфографические и пунктационные ошибки в попсовой песне, да еще и просить 1000 рублей за это». Житель Приморского края собирал у себя дом взрывного устройства для глушения морских тварей, каких тварей не сообщается, что-то пошло не так, все ебнуло прямо в квартире, ударная волна выбила двери и стекла в подъезде, вполне вероятно, что фантастические морские твари обитают прямо, значит, в туалете или в ванной у этого мужчины, и поэтому он решил разъебать квартиру, чтобы уж наверняка. «А в Пензе тем временем снесли единственный в России деревянный планетарий». Ну, как снесли, блядь, вот вы думаете, что взяли, блядь, и снесли, да? Ну, мы же не такие люди, мы же с вами все-таки россияне, правда? Сначала выделили на реконструкцию 352 миллиона рублей. Копейки, скажете вы, и я с вами согласуюсь, потому что что можешь купить за 352 миллиона рублей? Ну, просто несколько машин Феррари и, блядь, все. Вот, выделили эти деньги, власти уверяли, что здание аккуратно разберут и реконструируют. Ну, в переводе с чиновничего на русский, значит, нахуй сожгут, в пизду разъебут его, да? И действительно так и получилось. А в Минкульте тоже пообещали сохранить внешний облик здания, ведь это объект культурного наследия. В реальности планетарий не разобрали, а просто уничтожили, башни рабочие свалили руками, а стены разнесла техника. Вот как это выглядит. Вот так был планетарий такой, вот так его раскуярили. В Пельденской администрации ничего плохого в сносе деревянного планетария не видят еще бы, блядь, когда до того, как его снести, выделили на него 352 миллиона рублей. Я бы тоже ни хуя плохого не видел. Если бы мне, например, выделили 352 миллиона рублей на реконструкцию этого кактуса, а потом я бы его разъебенил. Деньги тоже на базе. Мы в прошлом или в позапрошлом выпуске охуевали от того, что мужчина, значит, утонул и в тихой заводе лежал. Люди, значит, добрые православные люди отнесли его, так не отнесли, отодвинули его в камыши, блядь, и прикрыли голову пакетом. А в Саранске, видите, ну, ничуть не менее милосердные люди, значит, полиция. Мужчина там в средних лет погиб внезапно. Стало ему плохо, он свалился замертво в центре Саранска. Полицейские и медики долго не могли определить, как описывать место смерти и где она произошла, потому что пошел дождь и все разбежались. Но действительно, можно понять медиков и полицейских. Мужчина уже мертвый, ему не поможешь. А они, что, блядь, будут под дождем, нахуй, стоять, мохнуть и выяснять, от чего произошла смерть. В итоге тело пролежало 4 часа в луже, куда его отнесло потоком воды. Жительница набережных Челнов решила отомстить девушке, которая оскорбила ее, якобы оскорбила в интернете. Распечатав фотографию противницы и ее сына, агрессорша проколола глаза ребенка на картинке и прикрепила эту фотографию к гробу. Посылка благополучно дошла до получателя. Вот фото пиздеца. То есть, вы обратите внимание, люди насколько мстительные, просто можно охуеть, вот, блядь, взять и, собственно говоря, потратиться на гроб, на фотографию и на доставку этого. В Ленинградской области стартовал конкурс частушек про вакцинацию от коронавируса. Участников просят придумать и записать видео на улице в народных костюмах. Частушки будут принимать до 25 июля, а после этого выберут победителя. Ну, вот, что хочется здесь сказать. Ну, послушайте, просто это хорошие песни. Придурковатые люди в странных одеждах поют достаточно глупые стишата собственного сочинения. Это всегда, как бы, поддерживается. Всегда я считаю, что это охуенчик. Эдварда Билла приговорили к двум годам ограничения свободы за ДТП в центре Москвы. Кроме того, и лишили прав его на три года. Значит, но как все узнали, ограничение свободы это не тюрьма. Блогер не сможет покидать место постоянного проживания с 20 вечера до 8 утра, выезжать за пределы Московской области, менять постоянное место жительства. Вот, и главный пострадавший блогер уже выплатил 11 миллионов рублей. То есть, вы можете быть спокойны с 8 вечера до 8 утра. Этот Эдвард Билл больше никого не собьет. Чем он будет заниматься в остальное время суток, не уточняется. Вика Боня, значит, порассуждала и показала, значит, свои ритуалы. Для нее планета Земля, Солнце, Небо и Галактика, это поток энергии, который она пропускает через себя. Мы думали, что она через себя другие предметы пропускает, но оказалось, что пропускает целые галактики уже. То есть, можно только позавидовать объему, собственно говоря, и диаметру сознания Виктории Боня. Вот, благодарит она, конечно, матушку Землю и разговаривает она с планетой так не меньше минуты в день. Вот, посмотрите, пожалуйста, это видео. Если прикладываться к Земле осознанно, да, вот, допустим, ты приходишь, и где есть возможность, надеюсь, здесь собачки у нас не гуляют, то есть, ты прикладываешься, ты прям руками и лбом приложился и просто поблагодарил матушку Землю. И это состояние, вот, почувствуете, у вас сразу только упадет поток. Little Big Илья Прусикин прорекламировал несуществующий отель Ласточка. Это охуенно смешное видео, просто я хочу вам показать, как это пиздато сделано. Вообще, я люблю, когда люди занимаются хуйнями, я сам не занимаюсь с удовольствием. Последнее время российские турфирмы закрываются одна за другой, а отдых за границей стал очень дорогим. Но есть изящное решение этой проблемы. Санаторий Ласточка на лазурном берегу реки Обь. Комфортабельный автобус Лиас донесет вас до места назначения. В Санатории Ласточка вас ждут номера с видом на улицу. Турцию, Египет, Израиль забудь! Санаторий Ласточка – то, что нужно, чтобы хорошо отдохнуть. Минздрав Аргентины хочет закупить 10 тысяч деревянных хуёв. В заявке указано, что пенисы будут использоваться в образовательных целях, должны быть 17 сантиметров в длину и быть, главное, гладко отполированным, чтобы, соответственно, люди, которые будут заниматься образованием, не могли занозить себе соответствующие места, в том числе пальцы. Сообщают, что образовательные цели направлены на профилактику заболеваний, передающихся половым путём. Японии светофор обоссали до такой степени, что он рухнул. В 1997 году его поставили с заявленным сроком эксплуатации в 50 лет. Причиной падения стала сильная коррозия, вызванная мучевиной. Местные жители на протяжении многих лет выгуливали собак рядом со светофором, а, возможно, иссали на него сами. Чтобы такое не повторилось, в Израиле, например, сделали базу собачьих фекалий. Вдумайтесь, да, до чего жадные люди, эти жители Израиля. Значит, такая база позволит собирать ДНК четвероногих и штрафовать их владельцев. То есть, посрал твой Бобик, например, а ты не убрал. Тебя раз в полицию говорят, вот говно, например, ваше лежит. Ты говоришь, нет, это не моё говно. Он говорит, ну, позвольте, милейся, как же не ваше. Вот же, блядь, база данных-то, блядь. Ваша собачка же, блядь, питается, собственно говоря, вот этой морковкой-то по-корейски. Вот же морковка-то, блядь, вот они останки. Иди нахуй штраф платить. Я считаю, что это гениально. Москве бы тоже, кстати, это помогло. У нас тоже засирают тут целыми, блядь, дворами. В Казахстане, значит, обнаружена связь двух миров. Между миром мёртвых и миром живых. Значит, в городе Ураль в следующем году построят морг. Морг. Морг – это где трупы лежат. Если вы не знаете, там в холодильнике лежат трупы. Но не просто морг, а с фитнес-залом и кинотеатром. То есть, действительно, загробная жизнь существует. В Казахстане это доказали. Соответственно, трупы могут смотреть, значит, фильмы. А если кто-то после смерти всё-таки решил подкачаться или похудеть к лету после того, как ты уже умер, блядь, фитнес-зал существует. Стоимость постройки 1,2 миллиарда тенге. Это 208 миллионов рублей. Помимо всего, в морге будет кабинет казахского языка. Тоже логично, потому что, мало ли, может, труп какой-то, блядь, не знает казахский язык. Как он будет в фитнес-зал ходить? Говорить по-русски, например, там, блядь, условно говоря, ВК-дорожку освободить или там, блядь, можно два блока повесить? Так, непонятно же, да? На казахском надо говорить. Вот, вот. Собственно говоря, уточняют всё не для трупов, а для сотрудников морга, но мы-то знаем, что загробная жизнь есть. В Британии начали продавать свечи с запахом богатства. Но лучшего подарка нищиёбам придумать сложно. Знаешь, аромат денег стоит 206 тысяч рублей. Как пишет портал Hypebeast, британский бренд свечей Flaming Crab выпустил в продажу... Flaming Crab, если я правильно перевожу это слово на сленге. Это, значит, пламенеющее говно, да? Потому что, ну, поправьте меня, вы, наверное, лучше аналитики знаете, но мне так кажется. Значит, выпустили в продажу лимитированную линейку под названием Smells Like Capitalism. Каждую свечку из соевого воска оценивают в 2020 фунтов, это 206 тысяч рублей. Создатели пишут, что она пахнет, как кожный кошелёк с деньгами. Вы можете потратить заработанные тяжёлым трудом деньги и получить свечу, которая ими и пахнет. Но мы-то знаем, что это подарок для тех, кто на эти 2000, блядь, никогда в жизни не заработает. Поэтому остаётся только нюхать большие деньги. В цитате дна у нас выступает сегодня оперная певица такая, если вдруг вы её не знаете, Любовь Казарновская. Она на первом канале сидела в жюри и, собственно, журила. Значит, записала на видеообращение 40 минут ёбаного пиздеца под звук колоколов, такой, значит, малиновый перезвон. Да, как будто она, собственно, попа, а не оперная певица. У неё канал есть, собственно, и пробудись человек, ни много ни мало, так он называется. Выложила она на своём YouTube-канале. Просмотр уже к миллиону. Близится не то, что вот вы, как бы, блядь, не можете, блядь, 500 тысяч докрутить подписчиков мне. Соответственно, цитата. Мы подошли к точке невозврата. Мы подошли к той ситуации, когда на планете Земля поставлен ультиматум человечеству. Вы стадо, которое побредёт цифровое общество, и вы будете биороботами. Вы будете людьми с исключённым сознанием, состоянием разума. Значит, вы будете теми компьютерными человечками, которые будут управляться. Или вы выбираете другой путь. Вероятно, путь певицы Казарновской. Путь созидателя и путь творца. Ну, что хочется сказать. Любовь, не знаю, ваше общество. Вы-то, по-моему, давно к точке невозврата подошли, судя по этому видео. Вот, я как-то вас видел, действительно, в жюри Первого канала. Вы рассуждали о творчестве английской выдающейся певицы Эми Вайнхаус. Да, и вы-то там что-то про наркотики было сказано. Ну, что обычно люди вашего круга и говорят. Там, это, значит, наркоманская музыка, там, что-то такое. Я тогда еще удивился. Как странно, вы оперная певица, ну, пусть не очень хорошая, но все-таки оперная. Вы совершенно не разбираетесь в музыке. Но вот, оказывается, ларчик-то просто открывался. Вы зато открываетесь, разбираетесь в пути творца и в пути созидателя. Вот, оказывается, ваше предназначение-то вести за собой народ. Ну, спасибо, что были с нами, как говорится. Дорогие друзья, 410 тысяч подписчиков. Вы знаете, как-то неплохо мы вскакнули за эту неделю. Спасибо, что смотрите «Крестовые походы». Это был действительно пиздатый выпуск, что уж тут говорить. Расскажьте всем своим друзьям. У нас, судя по комментам, стали приходить люди из разных новых социальных страт. Сталинистов много появилось. Вот, я все еще готовлюсь все-таки к этому большому выпуску про Сталини, чтобы уже вы разъебали канал наверняка. Но, тем не менее, спасибо большое, что смотрите. Храни вас Господь. Все доброе. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...